Пищепром Под яркими этикетками таятся миллионы лишних углеводов, белков и жиров, которые наносят непоправимый вред организму. Россия сегодня входит в двадцатку стран, где проблемы с избыточным весом достигают критической отметки. Избыточный вес является тем самым пусковым моментом, который приводит к людей к заболеванию сердечно-сосудистой системы, это артериальная гипертония, онкозаболевание и сахарный диабет второго типа. Избыточный вес – это не только психологический дискомфорт. Лишние килограммы тяжким грузом давят на опорно-двигательную систему, вызывая заболевания позвоночника и суставов, провоцируя болезни желудочно-кишечного тракта, сексуальные расстройства. Человек становится заложником собственного тела. Любые заболевания у людей с ожирением протекают дольше и имеют большие осложнения. Существуют конкретные показатели того, что пора остановить чревоугодие. Для этого применяется индекс массы тела. Он вычисляется достаточно легко, и любой человек, который хочет узнать, есть ли у него лишние килограммы, может это сделать. Для того, чтобы рассчитать индекс массы тела, нужно свой вес в килограммах разделить на рост, возведенный в квадрат. Если показатель превысит 30 единиц, это уже не просто избыточный вес, а ожирение. И вам пора всерьез задуматься о диете. Есть более простой способ определения, есть ли избыточный вес или нет. Это определение объема талии. У женщин это 84 сантиметра, а у мужчин 90. Для профилактики ожирения человеку с нормальным весом нужно тратить калорий и энергии столько, сколько он получает их в течение суток. Необходимо ограничить потребление углеводов, жиров, отдавая предпочтение белковой и растительной пище. Есть нужно 3-4 раза в день небольшими порциями и через равные промежутки времени. Главный враг лишнего веса – это физическая активность. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, утренняя зарядка, пробежка помогут вам сохранить здоровье и стройную фигуру. Если следовать этим правилам, на самом деле избыточный вес вам грозить не будет. Редактор субтитров А.Семкин